С нами Владимир Малахов после встречи с Айдыном Сулейман Ли. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте итоги. Партия интересная получилась. Мне кажется, что в дебюте получилась примерно равная позиция. По крайней мере, проблема, мне казалось, чернок быть не должна. Потом произошел переход в Эншпель с интересным изменением структуры. В принципе, тоже в районе равенства, мне казалось, позиция должна быть, по крайней мере, по ощущениям. И дальше в какой-то момент, точнее, конечно, белыми было пойти Ф5 самим, для того, чтобы заставить меня, возможно, эту пешку обменять. То есть я собирался менять пешки Ф, ну и, соответственно, с этой структурой, более приятной для белых. То есть там, как бы, просто, наверное, легкая ничья. А после того, как я черными пошел в Ф5, ну, мне казалось, что какие-то минимальные шансы на выигрыш у меня есть, потому что все-таки у белых вообще нет ни одного идеи. А у меня есть идея где-то С5 провести. Ну, в партии, вот мы сейчас анализировали, ну, скорее всего, везде там у белых при точной игре проблем нет. Но точнее, вот был, наверное, критический момент, когда я пошел в Ф5, наверное, все-таки точнее было в Ф6 пойти, так поаккуратнее, где-то иметь возможность С5 попозднее пойти. Ну, и там как-то белым все-таки надо было как-то что-то придумывать, хотя, ну, вот в анализе там, в принципе, придумывается без особых проблем по ощущениям. Ну, не знаю, может, компьютер скажет что-то по-другому. Вот, а после того, как я пошел в Ф5, там, да, уже четкий перевод коня на Д3, и позиция полностью уравнялась, и, соответственно, ничья. Ну, у нас здесь в пресс-центре немножко ход Ф4 вызвал вопросы Айдына подразмен такой поставить. Дело в том, что, с моей точки зрения, Ф4 ход довольно хороший, потому что, ну, скажем так, вопросы тогда можно было задавать про вообще постановку дебюта, а так позиция у черных уже очень приятная к этому моменту. То есть сдвоение по линии Е, например, да, то есть там где-то, может быть, перевод коня на Д6 в какой-то момент, может быть, конь Е4 где-то прыгнуть. То есть у черных вообще ни одной проблемы нет, и белым, мне кажется, играть сложнее эту позицию. А после Ф4 она как бы упрощается, плюс белые там могут как-то вот этот вот першечный кулак свой на королевском фланге пытаться использовать. Ну, там, если они, там, Ф5 пойдут, Ж4, там, Ж5 куда-то, там, может быть, какая-то напряженка. То есть мне, на самом деле, Ф4-4 этот ход кажется довольно сильный, с моей точки зрения. Пока со стороны тоже кажется, что вы несколько тяжеловато играете в этом турнире, но вот завтра у вас выходной, как планируете провести его? Ну, отдыхать, видимо, просто буду и завтра, и послезавтра. То есть тяжеловато я уже играю, не только в этом турнире, а последний, там, может быть, турниров 10, я не знаю, примерно, так что трудно с этим что-то сделать. Ну, просто редко очень играю, поэтому как бы нету, что называется, тонуса игрового, и с этим легко не получается. А онлайн-шахматы вас не спасают? Онлайн я вообще не играю практически, потому что при наличии, там, троих маленьких детей, что-то делать, там, с мышкой невозможно, те более, там, да, еще камерами обкладывается, еще что-то, я просто как бы... То есть я занимаюсь в основном тренерской работой сейчас, а в турнирах играю только вот, либо когда куда-то пригласят, ну, как правило, да, когда пригласят либо на круговик, либо на какую-то лигу, собственно, вот и все. Сейчас, наверное, и с лигами тоже уже трудности. Ну, лига, да, вот российская осталась, там, чемпионат России, ну, соответственно, вот в этом году я французскую сыграл, но, опять же, видимо, последний раз, потому что такое ощущение, что больше уже русских в Европу не выпустят, вот, соответственно, да, больше лиг нету. Ну, китайская лига была очень хорошая, ну, у них, видимо, там, ковид лет на 15 примерно, поэтому, может быть, на 20, не знаю, там тоже пока шансов нет. То есть у вас оптимизма не сильно многое? Ну, как бы, с точки зрения, как бы, вот перспектив именно шахматных, перспектив тех турниров, которые были до 2020 года, да, оптимизма немного, потому что, ну, как бы, реалии такие, что там, где я играл, там сейчас играть невозможно, скажем так. Ну, по крайней мере, в воскресенье вы можете сыграть в футбол, собирается команда. А, ну, я подумаю, ну, вообще, на самом деле, в футбол я тоже последний раз играл много-много лет тому назад, и, боюсь, как бы, это не закончилось каким-то там летальным исходом или чем-то еще, то есть, наверное. Всегда можно одеть щитки. Может быть, да, может быть, посмотрю зрителя, а может, просто буду отдыхать, посмотрим. Хорошо, спасибо и удачи. Спасибо, спасибо. Спасибо.